Закон о природе ближе к катушкам Хорошо. Но я уже сказал, что резонансные системы, они немножко по-другому влияют на те объекты, которые находятся в их поле. У них, на самом деле, не могу сказать точнее, что по-другому, потому что форма поля, она получается шаровидная такая, шар вокруг резонансной системы. У этого шара под разным углом находится вектор электромагнитных линий, и какой-то из этих лучей все равно пропадает, проникает вглубь нашего организма. Что происходит в организме? Ну, сейчас я проходил, посмотрел, на этом семинаре было понятно, что половина людей добиваются своих эффектов с помощью того, что улучшают кровообращение в организме. И тогда уже организм сам начинает справляться со своими проблемами. В нашей катушке, вернее, катушке Мишина такой же эффект. Кровь, те зацикленные структуры, которые были образованы, там эритроциты слепились, или что-нибудь такое по разным, по различным причинам. То ли это электромагнитное воздействие, то ли это какие-то там вирусы, то ли, может быть, токсины. Их надо расщепить. Их надо разобрать на более мелкие структуры. И тогда, если эритроциты свободно проникают уже в те капилляры, которые ранее были и недоступны. Потому что капилляры настолько тронутые, что достаточно один эритроцит, он даже протискивается там. Кровеносная система наша огромная, она очень длинная. Если сложить так вот в одну линию, там сотни километров получается. И вот этот, весь этот вот прокачать, весь этот трубопровод, можно сказать так, проблематично. Не только сердце задействовано в этом процессе. Должны быть другие какие-то физические процессы, которые помогают крови протекать по этим капиллярам. Я тут хотел какие-то доказательства предоставить, но пока не смог сделать микроскоп, который достаточно хорошо рассматривает капилляры у нас вот здесь возле ногтей. Очень близко эти капилляры расположены. И можно взглянуть даже, посмотреть сам кровоток. Но микроскоп все-таки сделал, различил, что до поверхности кожи капилляра идет он тоненький, после расширяется в несколько раз, в два раза толще. Вот и тут есть уже разница перепадов давлений. Она может способствовать тому, что проталкивать кровь дальше. Вот, если, ну я сделаю еще видео на реке отдельно, наверняка я сделаю отдельно. Что-что? Биологически активные точки. Там все, и нервные окончания, и чувствительные, в общем, здесь больно нам, когда мы нажимаем. В том числе и капилляры можно смотреть. И вот это вот индикаторы работы нашего организма. Если там кровь плохо терпулирует, то это одна из причин различных проблем, различных заболеваний, которые возникают в организме. Надо сделать хороший проток. Вот. В частности, катушка улучшает это кровообращение, организм сам борется со своими проблемами. Тут некоторые уже, наверное, из присутствующих приходили, они подходили к нам. Пользуясь этой катушкой, ну, скажем так, у 90% наблюдают какие-то эффекты. У каждого свой, но это такой эффект, который тяжело пощупать, тяжело потрогать, потому что это чисто субъективное восприятие каждого человека. Вчера вечером мы остались с Андреем одним, там еще и ребята остались в зале, и мы сделали опыт, который именно может показать вам, что это действует все-таки. Там стоит аппарат резонансной диагностики. Этот аппарат определяет очень много параметров. Проблемы даже непосредственно каждого органа расписываются. Он меня удивил, вообще-то, серьезное устройство. Мало того, мы человека посадили, который работает с пластмассами, плавит эти пластмассы, сварщик его пластмассом. Так этот аппарат даже определил, какими газами утышек паразитов там определяет. Вот, так мы сделали исследование сначала этой катушкой, вернее, без катушки провели исследование, потом определили те органы, которые больше всего у него порождены, и по этим органам буквально в 5 минут воздействовали катушкой Мишина. И опять провели сканирование. Результаты, ну, процентов на 30, улучшение практически по всем параметрам. Не было такого, что оно ухудшилось. Мы это записали на видео, правда, видео еще сейчас не готово. Мы это смонтируем, выложим в интернете, любой может посмотреть. В области охраны или по мере геннады? Мы прикладывали у этого парня, были проблемы с поджелудочной, да. Правый бок. Это печень. Это печень, шерезен, шерезен, шерезен. А у него с правой стороны с селезенком. Он у него показывал прямо на картинке. Он физикой, мы же не применим. Человек может о себе знать все. Печень, печень. А печень я знаю, но я не знаю, не селезенка. Почти не надо. Я сам процесс описываю. У него были проблемы с правой стороной, что-то там на картинке нарисовали. Нарисовалась здесь проблема. После воздействия катушки, ну, печень. Это как бы уже, просто можно потрогать, пощупить. Дальше я хочу рассказать о применении среди своих близких, родственников. Вообще сам я не верил, что такое возможно. Я знал долго. Я с Александром Мишиным иногда общаюсь по скайпу. У нас другие проблемы мы решаем. И в то же время, тогда уже была катушка Мишина, я посмотрел, ну, нереальный результат. Я просто не поверил в них. Поэтому не снимался. Но в какой-то момент прихватила спина. Ну, что я так лежу, и так проблемно, нечем заниматься, тогда попробую сделаю. Ее легко можно было сделать из подручных средств. Сделал, предложил к мне. И на следующий день я понял, что все-таки те отзывы, которые по поводу этой катушки верны, она действительно реально работает. И я уже начал наращивать эту тему. Я уже пригласил жену, мать. Мы пробовали какие-то... Мы выясняли, как она вообще работает. Потом соседи подтянулись. Потом собачки соседи маленькие. Очень хорошо это вот заметно, что человеку, да, может, как-то восприятие будет субъективное, но животные-то не могут. Так, у них эффекта плацебо нету. Собачки засыпали в метре от этой катушки буквально через 5-10 минут. Хотя они пришли в необычную обстановку, они бегали, прыгали, резвились, а потом смотрим, тухнул, тухнул, тухнул и заснули. Вот я уже потом начал интересоваться в интернете, нашел ролики там, где мышь ставят на эту катушку. Она сначала пытается выбрыгнуть из этой матки, и потом в течение минуты успокаивается, успокаивается, скрутилось, и все, и заснуло. Ящерица точно так же на нее воздействует. А вот с этими собачками даже было то, что заболела одна из собачек, повели к ветеринару, что-то у нее со задними лапами. Ветеринар сказал, что она не будет ходить, не будет хромать все время. Соседка, попользовався этой катушкой, через неделю приходит, говорит, да не, может быть. Ветеринар не верит, врач не поверил своим глазам, в интернат. Соседка не сказала, в чем дело, но везде так было. Она не говорила, что это такое. А потом соседка, как-то случайно, как-то там ходила, уронила на ногу какую-то большую тяжелую кружку, сильнейший ушиб, она думала, что перелом, поехала в поликлинику, ей там сделали снимок, говорят, нет, ну перелом, ушиб сильный. Кое-как довели ее к квартире своей, она там рядышком, потом как-то пришла к нам, под руки взяли ее, полчаса посидела, пошла на своих ногах. Встала и пошла, реально, ну немножко попаливала, да, но могла ходить. Это вот такие вот косвенные признаки. Ну, у себя тоже самое, если начинается с какой-то воспалительного процесса, повернулся неправильно, защемление нерва, щелкнуло, и думаю, ну все, это на две недели, на две недели. Приложил, на следующий день просыпаюсь, утром на этом боку лежу, обычно у него никак не речь, вот, да, работает. Ну и вот после этого уже начал как-то предлагать, заинтересовывать людей, смотреть результаты, и теперь мои родственники пользуются этим постоянно. А, кстати, вот, некоторые говорят, что долгоиграющий эффект или недолгоиграющий, была такая тетушка, должна была приехать из Вилейки ко мне, к сестре, ее тетушка. Болел аппендицит, ей вылезали лет 20 назад, но вот это вот болезненное ощущение, оно так и не проходило. Он думал, ну, даже поеду, в Минск не поеду, решила поехать, приехала, попробовали на ней катушку, 20 минут он встает, говорит, все, нету проблемных этих ощущений. Ну, я подумал, ну, завтра, может быть, появится, проверим. Завтра они появились, но мы контрольно все равно еще разок проработали ее, я звонил через месяц, она говорит, больше никогда эти ощущения не возвращались. Удивительно. Возможно, в потопной поле, возможно, не знаю что, какие-то искажения полей, что там происходит, непонятно. Ну, аккуратно сделали, сместилось энергетическое тело, и остался там блок, и все, и вы разогнали блок. Вот эта катушка помогла. Да. Мое впечатление, вот почему, как такая вот именно частота работы, и определили, что лучше всего работает от 300 до 320 кГц. Из-за того, что вот такой большой промежуток, это говорит о том, что она не какой-то конкретной частотой воздействует на какой-то конкретный маленький объект. Это говорит, скорее всего, о том, что она возбуждает более высокую гармонику. Более высокая, я думаю, что это частота, естественная частота нашего фона Земли. Ну, есть, вы, наверное, знаете, есть такие частоты резонанса Шумана, они там 8-14, но они герцовые, герц, это очень маленький диапазон, очень низкая частота. А они дальше тоже повторяются. Есть, я знаю, людей, которые, занимаясь этой проблемой, они выходят, так вот постепенно-постепенно знают, что 1,6 МГц даже есть. Это вот эти волшебные частоты, на которых как раз-таки вот и садятся те люди, которые добывают свободную энергию, добывают, делают устройства, которые ничем не питаются. Это примерно то же самое, что вот радиостанция у нас передает сигнал какой-то, подключиться к этой радиостанции. Раньше приемники были без блоков питания, им не надо было питания, им достаточно было энергии той волны, которая приходила. Приемник работал, слышно было в наушнике. Так вот, в приемнике стоит тот же самый резонансный контур, настроенный на эту частоту. Если настроить другой резонансный контур на вот эту частоту вибрации, частоту естественных колебаний Земли, можно получить эту энергию. Можно. Теперь осталось определить эти частоты. Ну, в принципе, чем-то я и занимаюсь похожим. Так, если немножко отличиться, более углубленно изучаю египетские пирамиды, и там видно, что одна из них является источником энергии. Это генератор, это самая простая из пирамид. Она устроена довольно-таки примитивно, но, зная какие-то основные законы волновых процессов, я вижу, что это вот так, 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 так. И там даже доказательства есть. Совпадают некоторые параметры, совпадают те, которые должны быть. Вот, это устройство пирамиды, это же их, чем кто-то сделал, это грандиозное шевестроение. Это еще буквально сто лет назад не было такой, не могли достичь высоты даже такой, не говоря о том, что они могли достичь объема в строительстве. Это только одна пирамида, а их там три стоит. Ну, это три, о которых вы знаете, великие пирамиды. А если посмотреть ниже по Нилу, их там еще три, еще три, еще, еще, еще. Я насчитал, что 40. 40 пирамид, они огромные. Вот, то есть эти технологии когда-то уже использовались. Их применяли. Там были другие передачи энергии не по проводам, как у нас обычно что-то происходит. Там передавалось по воде. На воде создавалась, называется, стоящая волна. То есть поверхность воды, она как-то ровная и поднимается в волна. С одной стороны, с другой опускается. И вот такое движение происходит. Волна не движется никуда. На одном месте подъем и опускание. Стоячая волна. И вот этот канал был прокопан по карте, по Google Map. Видно, что он был 200 километров. 200 километров определенной ширины. Видны сейчас эти излучатели, которые находятся в этом канале. Видно. Планируется поездка туда. Планируем экспедицию отправить. Готовить приборы. Половина приборов уже готова. Те, которые будут определять там частоты. Я думаю, что мы пойдем в пирамиду. Направление магнитных линий. И так далее еще. Много всего будет. Много чего мы измерим. То есть, есть какая-то частота, которую мы не используем. Тоже много разных вариантов, много версий. Это может. Наше магнитное поле может выступать, как большая пропаллическая антенна. Солнце наше распускает постоянно поток заряженных частиц. Этот поток летит, ударяется в нашу магнитную оболочку. Он может пройти в каком-то месте сквозь нее. Вот эта 30-градусная параллель, она очень замечательна тем, что на ней расположено вообще 80% этих непонятных устройств. Кстати, я говорил тоже о Викторе Шаубергере, который сделал двигатель Шаубергера на летающих тарелках. Он в последнее время работал, лаборатория у него была как раз-таки на 30-градусной широте. Это город Остин, штат Техас. Там он был четко 30-градусов. Необычная частота. Вот на эту широту, необычная широта. На эту широту надо поправиться, провести определенные измерения и как-то доказать, что это существует. Доказывается пока косвенно. Нету доказательств официальных. Ну, будет или не будет, еще неизвестно. Официальная машина не хотим. Ну, хотя, кому-то это надо. Устройства, которые бы ничем не питались якобы, они нужны всегда. Заинтересованные структуры есть. Ну, конечно же, это будет сначала какие-то военные разработки, а потом уже это дойдет до обычных людей. Но я уже знаю, что обычные люди тоже в своих гаражах там что-то паяют. У некоторых получается. В интернете есть интересные работы. Конечно же, большинство там классификаций. Но несколько штук интересуют. Интересные. Вот, давайте все-таки вернемся к катушкам. Мишина я слишком далеко отошел. Что делает катушка? Катушка создает резонансное, как Мишин говорит, электростатическое поле. Преобладает напряжением в этом поле, чем токи, чем магнитное составляющее. И вот она, я думаю, что уже взаимодействует с этой естественной частотой, которая у нас, у нашей Земли есть. Она питается от нее и трясет среду здесь, в этом месте. Из-за того, что вот эта встряска происходит, из-за этого и распадаются, эти эритроциты распадаются на более мелкие фракции. И организм тоже добавляет какой-то энергии. Они добавляют организму какую-то энергию. Потому что, как это было, я на себе проверил, раза в 3-4 каждый день позанимался с этой катушкой. И у меня такой прилив энергии появился, что я одел кроссовки и побежал вокруг оврага, хотя я 20 лет не бегаю. Не было куда девать ее. Вообще, здоровый организм ее никак не ощущает. Ощущает организм только тот, у которого есть какие-то проблемные места. И вот эти места, когда вводишь катушкой по этому проблемному месту, какие-то ощущения, мелкое покалывание, что-то происходит. Вот тетушка там еще одна, у нее что-то там варикозное решение вен. Вот когда она вводит в этом месте, там где какой-то закупорка сосудов, она чувствует, что у нее в кончиках пальцев покалывание. Это примерно такое же покалывание, как руку, когда ты лежишь, потом проснулся, расправляешь ее, чувствуешь, ооо, там поле. Это примерно такое же ощущение. Там кровь пошла, значит, скорее всего, и там кровь пошла. Но нужны дальнейшие исследования. Это не подтверждено официально, но этим надо заниматься. Ну и вот люди начали заниматься, продвигая эту технологию, довольно-таки интересные результаты. Вот я с Андреем работаю. Андрей – это человек, который случайно получил вообще эту катушку в руку. Я дал одному из знакомых, а тот, проезжая мимо, встретил Андрея, у Андрея спина болит, и говорит, на тебе попробуй, попробуй, завтра сберу. Андрей приложил, говорит, к спине. Заснул, по-моему, да? Заснул с этой катушкой. Нет, первый раз я на полчаса приложу. Я на полчаса приложу перед сном, с утра проснулся, и я забыл о том, что у меня были проблемы вообще. И он не поверил. Просто не поверил, потому что ему за пару дней до того они считали, что там около тысячи долларов надо то-то-то-то. И он, о, класс, все. И я хочу. И вот начал заниматься этой тоже темой. И вот такие люди, которые получают моментальный результат, они понимают потенциал этого устройства. И ему уже тяжело сказать, что оно не работает. Так вот, нужны доказательства, чтобы показать, измерить работу до 8. Первый раз мы говорим, чтобы просто попробовать ощущение, это 15-20 минут. Просто для того, чтобы вы поняли, что это такое. Может, у вас много там всякого всячей накопилось, и вы, может, на нее воздействуете, разрушится. А ее же потом вывести надо из организма. Эта выделительная система должна хорошо работать. Бывает такое, что не справляется система, и тогда обострение получается. У меня ко мне тоже пришел друг один. У него были проблемы с шеей, там у нас там хандрос или что, не знаю что. Приложил катушку, мы с ним сидели, болтали, разговаривали. Потом все, ну пока-пока. На следующий день звонит, Серега, твоя катушка работает. Я шею, говорит, не могу повернуть. Ну как, что? А я, наверное, часа три сидел на ней. Первый раз, три часа. И он, говорит, как будто бы какой-то ожог изнутри. Снаружи ничего нету. Он как будто чувствует, что там как будто обожгло. Я ему говорю, тебе надо приложить опять-таки катушку хотя бы на одну минуту. Он говорит, как, там же ожог, как я буду опять прикладывать это устройство, от которого уже плохо стало. Тяжело, но он говорил. Болтал, приложил, он говорит, звоните. Все, все прошло. Следующего сеанса одной минуты достаточно было, чтобы там опять что-то вскликнуть, ускорить эти процессы. И ему помогло. Потом он и свои же неемные тоже проблемы, там какие-то близ и спинной, я знаю, что они уже их решили. И эти проблемы не возвращаются. Это самое интересное. Не возвращаются. Много, очень много результатов. И в интернете полно. Почитайте, посмотрите. Это не верится сразу. Но вы слушаетесь. Еще год назад я как-то специально искал, а отрицательные лозуги есть или нет? Я не нашел. Год назад ни одного не было. Сейчас там мне уже говорят, что где-то что-то кто-то написал, что да, есть отрицательные. Но я еще сам не видел. Это кто-то из-за раньше? Может быть, неважно. Но все равно не бывает такого, чтобы 100% результат. Но все равно найдутся недовольные, найдутся кому это вот. Они, может, и не пробовали. Но им же надо писать, что нет, так не бывает. Да? Может быть. Это комплимент? Возможно, да. Кто-то как раз ценит комплимент. Комплимент к Александру Мишину. Тот, который эту технологию опять повторно дал людям. Который немножко модернизировал ее. И еще даже, кстати, сейчас уменьшает, не забывает, модернизирует. Это как бы одни из первых версий. Там есть дополнительные устройства, которые подключаются в промежутке между блоком и катушкой. Уже есть устройство, которое может просто лежать вдали, в углу комнаты и действовать на всю комнату. Но чтобы пользоваться этим устройством, надо сначала хотя бы точечно как-то очистить организм от тех проблем, которые в нем находились. Иначе, если оно там все сговорнет, то оно плохо станет. Постепенно. Как говорили, не надо фанатизмом. Одно, второе, третье. Вот тогда, когда вы уже хорошо себя чувствуете, можете тогда уже и пользоваться и другой. Еще такие вещи интересны, что вот эта катушка, которая работает на всю комнату, казалось бы, на нее надо подавать большую мощность. Нет, оказалось наоборот. Она и потребляет меньше гораздо, и вот это поле у нее гораздо больше. И сам Мишин говорит, что эти устройства, эти блоки, они не должны выдавать большой ток. Ток нам не нужен. Он нам мешает. Нам надо то поле, которое создается напряжением. Здесь есть индикатор, на этой катушке есть индикатор, который, ну, именно в этой модели. Она мне такая попалась в руку. Индикатор, который показывает работу. Вот это мобильная версия. В центре Тора индикатор загорается. Это вот как раз таки магнитная составляющая. Дальше нигде он не горит. А есть еще у нас плоская катушка, у которой, наоборот, это поле, оно довольно-таки большое, которое магнитное. Индикатор, говорит, горит по центру. В довольно-таки большом промежутке. Чуть дальше не горит. Подношу, ближе горит. Вот, чтобы избавиться от этой магнитной составляющей, как раз таки была сделана конструкция ток, в которой эти магнитные составляющие находятся внутри. Она нам где мешает меньше. Подношу, говорит, что не надо большие токи. Надо минимизировать. А сейчас уже следующее устройство, он делает вообще маленькие иголочки стоят. И эти иголочки уже как-то концентрируют поле, которое раздействует на организм. Оно очень-очень маленькое. Оно работает. Работает. Так что я думаю, что можно сделать даже и устройство, которое вообще без блока питания. Просто катушка, частота, когда она основная, зависит от конструкции этой катушки. Там внутри два провода, которые не соединяются. Обратите внимание. Они не соединяются. Это обрыв. Но передается, через них передается ток. Есть взаимодействие друг с другом. Работает поверхностная емкость. Емкость вместе с индуктивностью катушки образует колебательный контур, настроенный на определенную частоту. Что вам еще рассказать? Может какие-то вопросы? Тут присутствуют люди, которые даже уже применяли. А что вы хотите спросить? Простите, а есть ли патенты, защищенные решения, чтобы их... Мишин специально говорит, что не будет оформлять патент, потому что, ну, во-первых, это много времени у него займет. Это не его тема. Во-вторых, какой патент? Изобрел-то Тесла? Тесла есть патент. Уже похожий. В-третьих, такие вещи говорят, а обычно не патентуются. И, кстати, со свободной энергией тоже вещи не патентуются. Они патентуются только потому, что я полазил, посмотрел. Оказывается, это все запатентовано уже давно. Оказывается, я нашел патент. Батарейка Кука называется. Кук какой-то. По-моему, Кука. Так вот, этот патент был что-то там за 20 лет до Тесла запатентован это было. 800, там какой-то 60-й, по-моему, год или что. Уже тогда знали об этом. Там буквально несколько катушек, они как-то соединены определенным образом. И вечная батарейка, ее заряжать не надо. Она постоянно вырабатывает энергию. И там даже шутили. И у этого Кука были еще другие разработки, кстати, тоже. Про летательные аппараты, про летающие тарелки. Там тоже говорили. У них шутка там была, что если мы что-то не так будем делать, то Кук прилетит на летающие тарелки. И нас тут пожурит. Вот, скажу же. То есть, это уже есть и, скорее всего, оно запатентованно. Надо просто развивать эту технологию. Может, ее просто притормаживают. Естественно, что это заинтересованное лицо, которым это как бы не надо. Но ничего страшного. Можно продвигать. Я же вам говорил, что энергия поступает только при взаимодействии с чем-то. Энергия передается только при ускорении или замедлении. Если два войска пришли, смотрят, стоят, нервно курят друг на друга, никакого боя не происходит, то и обмена энергиями не происходит. Вот когда они столкнулись, тогда да, или одни в одну сторону тянут, или другие отступают. Вот тогда идет обмен энергиями. Ну и человек тоже, наверное, тот, который хочет жить, который вот мы сегодня, если человек, он без рук, без ног. Он хочет жить, он понимает цену этой жизни. Он прошел через все. И вот тогда у него правильные мысли, у него ценности другие. И человек, наверное, который почувствовал, что такое смерть, что он может там умереть быстро или там жить, что он выбирает. Если он выбирает жить, то он живет по полной. Почему я так говорю? Потому что, извлекаясь немножко дайвингом, здесь, кстати, мой инструктор присутствует, который обучал на дайвинге. И было несколько ситуаций, которые, да, которые могли закончиться плачевно. И когда ты идешь уже на это, на погружение под воду, ты понимаешь, что ты можешь не вернуться. Мы ходили, в Тахаре были такие, была скала, брюхов, голубая дыра. И там возле этой дыры, это метка дайверов. И посмотрите, если на скалу, которая рядом, там столько табличек погибших. Их просто вот тьма, там места нет. Они там каждый год, каждый месяц по несколько человек погибают. Такое место силы и негативное. Они не место силы. Это погибают из-за нарушения техники безопасности. Кто-то хочет, чтобы выпендриваться. Все проблемы из-за нарушения техники безопасности. Эта среда агрессивная, она не прощает. И вот они погибают. И да, каждый дайвер, погружаясь, он знает, на что идет. То есть он уже где-то проработал в различные варианты. Он знает цену жизни. Там много интересного под водой. И вот он может поставить на кон даже жизнь, чтобы узнать, что там. И вот когда уже человек духовно готов, у него открываются какие-то другие способности, которые можно развивать. Получается, появляются какие-то такие волшебные состояния, которые мы не знаем даже, как это, к чему это приравняется. Сбываются желания. Люди, даже которые здесь этим есть, которые владеют. Пожелали. И дайте, пожалуйста. Правильно спормируемый вопрос, запрос. И ответ приходит всегда. Потому что я говорил, это волновые процессы, все. В мире нет ничего, кроме полей и гол. Наша мысль тоже волна. Она пошла куда-то. Поэтому и ругаться сквернословить или кого-то там гнобить, посылать какой-то негатив. Что такое посылаешь негатив? Ты посылаешь плохую энергию. Но ты же находишься в источнике этой энергии. У тебя самое большое, максимальное воздействие в этой точке. Огромная боли, которая на тебя в первую очередь воздействует. Потом на того человека минус потери, окружающиеся среди потери, на то, чтобы дойти туда. И еще и рассеивается. Что вы видите? Я хотел бы попросить. Разъясните, пожалуйста, вот то, что энергия в вашем произъяснении первом, она никуда не передавалась, она только за счет потенциала, не за счет движения. Это когда? Это когда вы сказали, что потенциал работает, а не ток. Потенциал, а не ток. Вот эта фраза. А значит, здесь мир как волна, он что, он уже не ток, что ли? Тоже не ток. Мир как волна, а волна означает. Эти две вещи, они не неразделимы. Электромагнитные волны. Они неразделимы, да. Да. Но есть устройства, которые могут разделить. Вот, в частности, трансоматор Тесла, это устройство, катушка обычная, у которой в начале этой катушки максимальный ток, а наверху максимальный ток. Вот это устройство, у одного характера, она разделяет эти две составляющие. Можно пользоваться, использовать отдельно, одну и вторую. Можно... Тесла называла то, что вверху, вот эта вот электрическая составляющая, он называл ее радиантной энергией. Потому что она подходит под углом нового проводника в разные стороны. Когда есть токовая составляющая, то она немножко под углом. Она не под 90 градусов, а немножко искривляется. И вот искривляется, и когда доходит до начала катушки, она вообще практически вертикально идет. Вот там максимальный ток. Доходит до верха катушки, ток минимальный, напряжение максимальное. А по отдельности... Ну, может быть, и могут они существовать. Допустим, если конденсатор, вот вы видели, шары там были, на предыдущей лекции на столе ржали огромные отполированные шары. Вот это идеальная емкость. Отполированный, небольшой. Его можно зарядить, и у него будут стоять вертикально от него иголочки такие, если посмотреть в определенную... Приборы нужны. Они там стоят, эти иголочки... Вот это и есть электрическая составляющая. Он заряжен. Только там нет. Но есть движение вот такое. Вихрь. Это вихрь. Кстати, посмотрите. Это тоже, кстати, тестовская разработка. Можно посмотреть. Это магический шар, он называется. Колба круглая, а внутри шарик, и там молнии стреляют из него. По-моему, магический шар. Это тоже тестовская технология. Он сделал это специально для того, чтобы визуализировать вот эти иголочки. Это и есть движение. Вот надолго не задвинули тест, по-моему, юрик. Да его не задвинули. Просто не применяют его технологии. Они есть. Эти все патенты есть в интернете. Все вынуждено. Можно это применять? Может, нет, кому-то. Нет, зачем люди делают тестовую? Кому-то это не. Можно. Возможно. У нас, когда в Москве привезли приборы, тоже на основе таких вот технологий, и захотели, ну, оформить, потому что они практически во всех странах мира применяются. Ну, там согласились, мы решили писать, что защищают только от электромагнитных излучений. Они докопались от того, что они с человеком работают. И потом, когда пришли результаты, чтобы официально тут работали, они создали очень хорошую фразу. Не знаю, что хотите разобрать экономику в странах. Ну, это значит, что несовершенная экономика, а не то, что не трудоустройство от строителей. Но те люди, которые заинтересованы, они поддерживают эту экономику в таком состоянии. А если кто выйдутся за круг, того, кого-то загоняют. Ну, возможно. Но в то же время, как-то недавно по телевизору я смотрел передачу, там мы говорили как раз-таки вот этих вот всяких магнитных устройствах различных. И там прозвучала такая фраза, что в Америке вот такие устройства неофициальной медицины приносят доход еще больше, чем официальная медицина. Они очень распространены. Ну, возможно. Это со слов того ведущего той передачи. Ну, хорошо. Они приносят пока, если они обнаружат, что эти приборы людей делают здоровыми, то приборы, что они у тебя делают совсем, будут себя делать здоровыми, как-то что дальше, развитие. Ну, возможно. Но человек же тоже, когда он здоровый, он хочет развиваться. Хочет. Ему приятно жить, ему приятно думать. Да. И он может передать свой опыт другим поколениям. Хочет делиться над этим всем. Как же такая заинтересованность существует? Просто, наверное, взяться и все. Просто повышение, он не согласен, сейчас какое время это дает информация, а может просто распространяться, все равно все больше и больше, рано или поздно, все равно это посещится, а больше захватит. Ну, и все. Нет, больше. А сейчас уже люди очень сложно обмануть. Они начинают развиваться, и даже... Уже, а ты предлагаешь процесс... Они начинают думать, это ему хорошо или плохо. И так бездумно, мне сказали, я поверю. Это раньше было так. В 2000-м годы, я уже немножко лет и начинаю забыть. А если еще раньше, там вообще, если не сказали, то ты не знаешь. Живешь на другом континенте даже. Ты не знаешь об этом. А сейчас, да, очень быстро все это развивается, распространяется. И не остановиться. Хоть интернет и там большая помойка, но там можно найти такие важные вещи, что действительно тебя право будет. Идинские... Жалко того, что там действительно оно ровно стоит. Ну, да, надо фильтровать, подночься фильтровать. Это тоже чутье должно быть какое-то. Но это тоже своего рода развитие. Конечно. Вы что-то в горячем? Конечно. Это тоже своего рода развитие. Да, и это можно развивать, дополнительно развивать. Я знаю людей, которые с Казахстана. Мужчина и женщина, они...